Добрый вечер, в эфире Вести, Карачао-Черкесия в студии, Ярослав Щекланов. Сегодня в Республиканской прокуратуре прошел круглый стол, посвященный вопросам исполнения антикоррупционного законодательства. В его работе приняли участие представители Народного фронта, Общественной палаты и Управления главы Республики по вопросам противодействия коррупции. С начала года прокурорами выявлено почти 2500 нарушений. В целях их устранения внесено 900 представлений и протестов. В суды направлено 55 исков. Около 400 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных коррупционных дел. Факты коррупции выявлены и в республиканских подразделениях федеральных органов исполнительной власти. Среди них 125 преступлений, 33 из них по фактам взяточничества. К административной ответственности привлечены 14 чиновников различного уровня. Участники круглого стола рассмотрели актуальные аспекты практики противодействия коррупции и определили меры, способствующие повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции. Не шагу назад под девизом красноармейцев, который с первых дней войны вел их к Великой Победе. А в наши дни шли участники восхождения к местам боевой славы. Вершины двух перевалов Большого Кавказского хребта Маруски и Холега были покорены ими в память героя России Канамата Баташева. Само восхождение было приурочено 80-летию освобождения Кавказа в Великой Отечественной войне и столетию образования Карачао-Черкесии. К местам боев за перевалы Северного Кавказа отправилась и Фатима Даурова. Раннее утро поездки выдалось пасмурным. По всей республике грохотали грозы. А в точке сбора дождь уже прошел, и где-то вдалеке небо заискрилось солнечным светом, который давал надежду на прояснение. Но при любой погоде задуманное восхождение должно было состояться. Настрой группы был неизменен. Первая остановка колонны по Марухскому ущелью состоялась у братской могилы, где захоронены участники партизанского отряда, в числе которых юная партизанка Крымхан Мижева и ее отец-командир отряда Баубек Мижев. 11-летняя пионерка вместе с отцом погибли в неравном бою с гитлеровцами из дивизии Эдельвесь, пытавшимися выйти через Марухский перевал в Грузию. У монумента с именами защитников перевала участники восхождения провели санитарную очистку, облагородили пьедестал, убрали заросли, а затем возложили цветы и венки в дань их памяти. После колонна выдвинулась вперед к подножиям вершин. Здесь расположен контрольно-пропускной пункт пограничников, где сверяются паспортные данные участников восхождения. И только после проверки группа смогла продолжить свой путь. Дорога показала свой характер. Сложные подъемы чередовались с равнинными территориями из мочаков. Здесь ледниковая река Маруха разошлась в волю, вырезая в ландшафте удивительный витееватый серебряный узор. Профессионализм водителя – залог успешного прибытия в пункт назначения. Полчаса по дороге из разлившейся реки, и вот мы на поляне. Навесшие на вершины скал тучи предупреждали о скором дожде, поэтому лагерь разбили очень быстро. Километры горных дорог уже позади. Лагерь потихонечку оживает. Палатки уже расставлены. И сердце лагеря, кухня, костры уже разожжены. В казанах кипит вода. И самое главное, мы сейчас подойдем к главному человеку, кухарке, который нам и расскажет, что у нас будет сегодня на ужин. Лена, скажите, пожалуйста, что у нас сегодня на ужин? С жулем. Он какой у нас будет? С баранины. А вы по особенному рецепту? Конечно, чтобы вы пальчики все облизали. Когда-то в этих местах громыхали взрывы, и эхом от скал отражались очереди из автоматов. Сейчас трещат дрова в костре, и под тонкий проигрыш шестиструнной гитары напевают песню про журавлей – символов безвременно ушедших душ. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых непрошедших полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белый журавлей. Настоящий вечер туриста с бардовскими песнями плавно перейдет в завтрашнее восхождение. Но об этом мы расскажем в нашем следующем репортаже. Фатима Дорова, Алибастана, Вести, Карачаево-Черкесия, Марухский перевал. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 14, а днём 30-35 градусов тепла и местами до плюс 29. Высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, а днём 33-35 градусов тепла. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Суги и рация «Священная сказка». Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00 Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Продолжаем выпуск. 15 всадников на скакунах Агымак в честь столетия Карачао-Черкесии и 15-летия Ногайского района совершили конный переход протяжённостью 100 км и прибыли в аул Конхалк на Всеногайский Сабантой-2022, который не одно десятилетие проводится в нашей республике и даже жара не стала препятствием для проведения спортивной части мероприятия. Сабантой. Репортаж Аллы Динаевой. Зародившийся в глубине веков истинно народный, радостный и традиционный праздник Сабантой встречал с утра гостей в ауле Иконхалк Ногайского района. От имени главы республики и правительства, жителей и гостей поприветствовал заместитель председателя правительства Дженебек Суюнов. Юбилейный 40-й праздник Сабантой прошёл в рамках празднования столетия Карачао-Черкесии и в год 15-летия образования Ногайского муниципального района. От имени спикера парламента и депутатского корпуса к собравшимся обратился заместитель председателя народного собрания Дагир Смаккуев. Очень хороший район, так как этот праздник посвящён сельскому хозяйству, и я имею отношение к сельскому хозяйству, я знаю, что здесь народ очень трудолюбивый. Одни из самых успешных фермеров находятся именно в Ногайском районе. Ногайцы сегодня используют самые передовые технологии, получают самые высокие урожаи. Я вас ещё раз поздравляю и желаю, чтобы ваша благодатная земля дала столько много урожая, чтобы весь Ногайский район процветал и жил в достатке. Чтобы одна только проблема была, с кем бы поделиться. Счастья вам! Поздравить с юбилеем республики и всенародным праздником приехали гости из Астрахания, Крыма, Дагестана, Чеченской республики и Ставропольского края. И мы хотим вам пожелать, чтобы все ваши бревни традиции соблюдались сегодня, которые были направлены на воспитание подрастающего молодого, гугайского народа. Председатель Высшего совета Федеральной национально-культурной автономии Ногайцев России Валерий Казаков говорит, что это первый на федеральном уровне в Синогайске с Абантой. А следующий пройдёт... Республики Дагестан, это будет, значит, второй будет федеральный Сабантой. Чечне будет проходить. Там региональная национально-культурная автономия будет её проводить. Потом, значит, Ставропольский край, Астраханская область, Крым. То есть через шесть лет вернётся Сабантой снова сюда, в Врачаево-Черкесию. Песни и танцы дарили артисты, собравшимся на Сабантой. Можно было здесь посмотреть и работы народных умельцев. А тем временем шла регистрация для желающих участвовать в различных спортивных состязаниях. Именно этот камень весом более 80 килограммов уже в 33-й раз используют для испытания силачей. Кто пронесёт его дальше, тот и победитель. Вносливее всех оказался Роман Джентимиров из аула Адильхалк. 190 метров я пронёс. Но я не ожидал, что я буду первым. Я думал, где-то вот шестой, пятый. Ну так получилось, что я выиграл. Для местных таких силачей это скромный результат. А ближе к вечеру начался розыгрыш лотереи, которая является традиционным на Сабантой. Солнце садилось, но никто не расходился. Место, где оживают культура и традиции, ежегодный народный праздник Сабантой завершается. Но впечатления останутся надолго. И этот день войдёт в историю, как день проведения юбилейного праздника Сабантой. И в этом году он прошёл на всероссийском уровне. Аладинаева, Олег Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. В Москве в парке «Заряди» состоялся праздничный концерт в честь столетия Карачаева-Черкесии. Полторы тысячи жителей и гостей столицы посмотрели праздничный концерт в рамках фестиваля русского географического общества от Камчатки до Калининграда. Культурное достояние Карачаева-Черкесии именно так называлась яркая программа артистов нашего региона. На сцене выступили Театр танца Государственной филармонии Лаура Акбаева, Любовь Ащепкова, Алият Нурлубаева и Асланбек Хавцев. Их красочные выступления передали этнокультурную многообразие танцевального и песенного искусства народов Карачаева-Черкесии, которые вместе с другими народами России и делают нашу державу великой и непобедимой, отметил глава республики Рашид Темрезов. В Дагестане состоялся Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Более 400 работ боролись за звание лучших. Наша телерадиокомпания получила две престижные награды в разных номинациях. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Участники, представители региональных филиалов ВГТРК, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, представили свои работы по сохранению народных традиций и межнационального и межкультурного диалога. Ведь руководство холдинга всегда уделяет огромное внимание вещанию на национальных языках. Сохранение культурных традиций, семейных традиций, таких традиционных ценностей российского народа все-таки является Северный Кавказ. За это отдельное спасибо, потому что и семейные традиции здесь очень почитаемы, и отношение к старшим, и воспитание младших в уважении к своим традициям, и, конечно, сохранение языка. Это касается всех республик Северного Кавказа. Фестиваль очень интересный тем, что они дают почувствовать, понять, увидеть, насколько у нас разнообразная страна, и какие проблемы, и радости, и специфика у разных регионов. Потому что мы такой моноязычный регион, Челябинская область, мы на русском языке вещаем, и мне крайне интересно было узнать, услышать, что коллеги вещают на 14 языках, на 5 языках. Для меня это абсолютно экзотика, и я задаю какие-то вопросы профессиональные, то есть как вы это делаете, каким образом. Диплом в номинации «Лучшая программа для детей и юношества» получила ГТРК «Карачаево-Черкесия» за программу «Страна детства». Автор – Марина Кушпова, режиссер – Ирина Седакова, оператор – Мухаммед Ошибоков. Специального приза фестиваля «Голос Евроазии» была удостоена программа «Народные приметы черкесов». Автор – Муминат Ишерова, оператор – Ислам Урумов. Фильм также был снят в ауле Алибердуковске, где под треск огня и журчание реки старейшины вспоминают народные приметы и легенды. Получить две награды на таком престижном конкурсе, именно профессиональном, это был для нас большой успех и такая вот неожиданность, скажем так. Вот так высоко оценили наши работы. О чём эта программа? Это о слане Хутове из аула Алибердуковске, который рядом со своим домом у берега реки Малый Зеленчук соорудил такую детскую площадку, где собирается вся соседская детвора. По вечерам он к ним выходит, он с ними разучивает черкесские старинные игры, которые он играл в детстве, пословицы, скороговорки, они соревнуются, стихи рассказывают. Даже вот соорудил такой барабан, как в поле чудес. Рассаживаются дети, на кого попадёт стрелка, тот рассказ. Даже призы иногда у них бывают. В общем, очень интересно, сам человек очень интересный. Программа фестиваля была богатой на экскурсии и знакомства с красотами Дагестана. Руководство филиала ГТРК «Дагестан» поблагодарило всех за участие, а также за возможность проводить такого уровня фестиваля уже долгие годы. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Дагестан. Это все Вести прямо сейчас в продолжении исторического сериала «Елизавета». Редактор субтитров А.Семкин